Сегодня в Реста-Баре на четвертом этаже проходит премия «Человек года», «Достижение года» и «Место года». Здесь собрались самые яркие, самые талантливые, самые красивые, самые-самые лучшие люди Астрахани. И блокнот Астрахани, естественно, не мог пропустить это событие, поэтому пойдемте смотреть. Как всем известно, премия «Человек года» проходит не первый раз в Астрахани. Скажите, пожалуйста, чем отличается эта премия от других? Ну, во-первых, у нас появились классные участники из других регионов, например, Дагестан. У нас участвует в этом году, традиционно участвует Казахстан. Во-вторых, расширилось количество номинаций, у нас стало еще больше деток. Если уже до этого у нас детки участвовали, но там, по-моему, один-два ребенка было, то в этом году у нас восемь детей. Вот такое еще отличие. Плюс мы объединились с премией «Супермама». Раньше мы отдельно делали «Супермама Астрахани», отдельно «Человек года», а в этот раз мы объединили все. И сегодня также будем поздравлять «Супермам» и даже одного «Суперпапу». Очень круто! А почему только один «Суперпапа»? Вообще, традиционно премия называла «Супермама» «Супермама Астрахани». Но так как там много под номинацией «Супермама», «Бизнесмама», «Фэйшнмама» и так далее, то решили добавить еще и одного. Но все-таки мамы, они более активны, они более позиционируют себя, что вот я мама, там блогер, мама и так далее. Папы реже так себя продвигают, реже занимаются личным брендом, так скажем. Поэтому мы хотя бы вот одного, но выделяем. Скажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать «Человек года»? Ну-ка, чем должен обладать «Человек года»? Помогайте! «Человек года» должен быть целеустремленным, честным и успешным. Он должен быть справедливым, целеустремленным. В первую очередь, он должен не бояться заявить о себе, потому что многие стесняются, стесняются рассказать о своих успехах, достижениях. Многие думают, что я недостаточно, что ты там сделал. Трудолюбивым. Харизмой, так же, как и вы. А, вы имеете в виду вот прям вот так? Ну, возможно, да. Ну, как показывает практика, аудитория должна быть у него хорошая. «Человек года» он должен быть многоруким богом Шивой. Он должен успевать все, быть с семьей, быть с друзьями, заниматься бизнесом, заниматься саморазвитием и любить себя. И если ты любишь себя, то ты сможешь любить окружающий мир. Наверное, работоспособность. На сегодняшний день пандемия показала всем, что только работоспособные люди готовы идти вперед, несмотря ни на какие трудности. «Человек года» должен быть целеустремленный, сильный. И самое главное, в любой ситуации оставаться человеком. Я думаю, это целеустремленность и не останавливаться на достигнутом, потому что чаще всего, когда человек получает какую-то награду, он останавливается и думает, что этого ему достаточно. Но я считаю, это не так. Должен человек всегда двигаться вперед и быть счастливым. Ну, смотри, целеустремленность – это одно, наверное, из главных качеств, которых не хватает людям. Вот скажи, пожалуйста, ты чем занимаешься? Ты целеустремленная? Да, я закончила музыкальную школу, продолжаю заниматься вокалом, также играю на фортепиано, учусь играть на гитаре, занимаюсь йогой и просто живу в кайф. А сейчас Кира нам расскажет, откуда она взяла такой красивый наряд и кто ее одевал? Я сама себе стилист, очень люблю составлять себе образы и считаю, что каждый человек может самовыражаться так, как ему нравится. Я выражаюсь с помощью одежды. Ты очень стильно выглядишь. Таисия, вы один из победителей. Участвуете первый раз в этой премии? Да, первый раз. Откуда пришла идея и почему захотелось именно в этой премии поучаствовать? Меня на это сподвигла, наверное, любовь моей семьи, поддержка моей семьи, мои близкие друзья, которые говорили, что да, я достойна и почему бы нет, нужно себя попробовать в этом, да. А вообще, в принципе, в таких мероприятиях первый раз участвуете или уже были? Мы часто являемся партнерами Каспийской недели моды, участвуем, пытаемся найти новые коллаборации с новыми проектами, с новыми какими-то мероприятиями, чтобы заявить о себе и познакомиться с бизнес-сообществом. Субтитры создавал DimaTorzok А чем ты занимаешься? Я занимаюсь танцами английским и хожу в модельную школу. Ой, ну очень круто, очень круто. Как тебя зовут? Кира. Кира, а ты чем занимаешься? Бальными танцами. Круто. Я занимаюсь, ну как сказать, на лыжах катаюсь. Ну вот, ну просто. Чего больше нравятся, танцы или лыжи? Лыжи. А где катаешься? Мы в Сочи либо в Питере. Спасибо. А тебя как зовут? Софа. А чем ты занимаешься? Лепкой. А чем еще? Красаванию. Нравится? Да. А вот то, что вот здесь такая премия красивая, столько много красивых людей, нравится? Да. А с кем ты сюда пришла? С папой. Понятно. Давай. Теперь к тебе. Ты у нас один мужчина среди всех, да? Как тебя зовут? Сапазнов Владислав. А чем ты занимаешься? Я занимаюсь профессиональными шахматами и хожу на английский. Какой ты молодец. Ну и у тебя какие-то достижения уже в шахматах есть? Да. Кого побеждаешь? Ну, вот в субботу и воскресенье у меня был турнир по шахматам. Там всяких разных, там взрослых выигрывал, вот маленьких детей там выигрывал. Ну, всех выигрывал. Даже взрослых? А взрослые плакали, когда ты их выигрывал? Некоторые так обижались, но нет. Ну, ты им в следующий раз говоришь, вы не обижайтесь, вы уже просто взрослые. Да. Но мы подходим к нашей сегодняшней звезде. А вот скажи, пожалуйста, хотела бы ты участвовать еще в таких премиях? Конечно, я просто каждый день бы сюда ходила. Каждый день? А какие ты любишь наряды? Я люблю платья, ну, конечно же, джинсы какие-нибудь, шортики и какое-нибудь оверсайзкое. Ну, ты прям такой настоящий динейджер, да? Да. Какая у нас яркая девушка тут, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Таира. А ты с кем сюда пришла? С мамой и папой. А мама и папа участвуют, а не номинанты? Нет. Просто пришли посмотреть, да? А чем ты любишь заниматься? Я люблю заниматься... Я люблю рисовать. А что любишь рисовать? Больше всего природу или людей? Больше всего я люблю рисовать людей. А почему людей? Потому что мне нравится рисовать всякие эскизы, платья и все. А ты вот сама себе такое яркое платье выбирала? Да. Молодец. Так, ну, пойдем к нашей последней красивой девушке. Так, расскажи, как тебя зовут? С кем ты сюда пришла? Я пришла сюда с мамой. Меня зовут Катя Колчина. Мне 12 лет. Занимаюсь художественной гимнастикой. Состою сборной Крыма и Астраханской области. Сейчас, подождите, мне прям неудобно. Я так высоко стою. Давайте. Вот так будет удобнее. Ага. А у тебя, мама, тут номинант? Нет, я номинант... Ты номинант. Так, и что за номинация? Давай, рассказывай. Номинация «Человек-года». Меня номинировали как спортсменка, потому что я ездила два раза на первенство России и заняла первое место на чемпионате ЮФО. А вот какими должен качеством обладать «Человек-года»? Он должен быть умный, сильный, целеустремленный. Да, он должен быть умный, сильный, целеустремленный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok